Если человек чувствует успех, это хуже даже, чем он чувствует неудачу. Если человек чувствует неудачу, то он для чего его чувствует? Только для того, чтобы научиться правильно жить. Неудача — два варианта. Или тебя косит совсем, или ты начинаешь верить в Бога, или спиваешься. Настоящая неудача — это не означает, что будет удача. Вот люди, когда неудача пришла, что они делают? Ждуть, когда она закончится. Настоящая неудача, она не заканчивается, понимаете? Она пришла для того, чтобы ты поменял свою веру. Все, у нее нет другой причины. И она не будет заканчивать, хоть ты что, хоть там, хоть три раза плюй, хоть четыре через плечо, хоть стучи одной ногой, правой, левой, стучи головой об дерево. Вот, или деревом об дерево. Вот. Не имеет значения. И что, не получится. Понимаете? Потому что... Бог хочет, чтобы мы поменяли веру. Это цель человеческой жизни. Мы для этого родились, чтобы развиваться. А не чтобы тут балдеть на этой земле. Здесь чего забалдешь-то? Балдеть надо в раю. Даже не знаем, что это такое, да? Это гордость. Это означает, что человек слаб духом. Он не может верить в Бога. Он верит только в себя. Чуть-чуть ему лучше стало, он сразу потерял себя. Воин, допустим, сражается. Чуть побеждать стал, сразу... И в этот момент он проигрывает бой. Потому что он теряет концентрацию, теряет бдительность. И даже если он не теряет концентрацию, а он обрадовался, а противник раненый, не потерял себя вообще. Он продолжает сражение так. И сразу ты оп! И ты теряешь силы. Потому что когда идет война, то... Если ты нажал, то противник теряет силы, значит ты сильнее. Но если ты нажал, то ты уже веришь, что он потеряет силы. Потому что ты победил, его ранил. А он вообще не теряет силы, тогда тебе придется потерять силы. Потому что ты слишком раньше, очень рано стал уверен в себе. А самоуверенность, она заставляет терять силы. Потому что происходит то, чего ты не ожидал. И человек такой, а он теряет силы. А тот наоборот, хоть раненый, но он копит силы. Он сильнее сражается. Побеждает, конечно. Почему? Потому что он не печалился и не радовался. Он просто верил в Бога и все. И знал, что Бог будет его испытывать. И он не боялся этих испытаний. Если духом ты слаб, ты безмерно собою гордишься. Если слабо добиться любыми путями стремишься. И под натиском силы ты воли чужой покоришься. И если вверх ты слабый моряк к небесам не взялаешь. И если искренне каясь пред Господом стам не слоняешь. Знай, бездонные годы свои ты напрасно теряешь. И в мирской суете смысл жизни своей не познаешь. В жизни будь лишь один, скорбь земной незаветно проучиться. Каждый должен оставить свой след, и чего он добиться. Жизнь достойна прожить, во всем отрекам добиться. Перед деянием благим должен искренне каждый стремиться. Жизнь достойна прожить, означает, что Богу нравилась твоя жизнь. Достойна означает, что Бог доволен тобой. Человек может даже не знать, что Бог им доволен. Он просто говорит, я люблю тебя, жизнь. Он просто любит, потому что он правильно живет. Бог доволен. Бог может доволен быть человеком, и тогда человек чувствует себя достойным. Ну и чувство, собственно, достойным, сразу влетает в центр. Несмотря на то, что судьба тяжелая. Если человек правильно все делает, у него в сердце спокойствие. Я спокоен в ментельном бою. А ее встретишь с любовью меня, чтобы со мной не случилось. То есть он верит, что жена у него верная. И Бог радуется ему, тоже дает ему жизнь, победу такому человеку. Субтитры создавал DimaTorzok